поехал не дышишь снимает добрый день всем так наша скромная компания сегодня нас трое алексей влад роман без фамилии да значит вот какая тема она не мучает меня ну просто иногда всплывает и я когда там сидишь вечерами дома делать нечего но я сначала не про это я сначала хочу сказать вот про реплику одного из наших адептов но не адептов кто просто смотрит наши эти репортажи было такое пожелание что-то более практического что можно применить в жизни я со своей стороны даю такой ответ на этот вопрос сложно давать что-то такое лично с моей стороны что кто-то еще могу применить жизнь поэтому я не говорю о практике я говорю о словах о мыслях а вы уже пытаетесь сами найти в этих словах и мыслях применение касательно себе вот так если кто-то хочет добавить да мне понравилось это мы уже высказывание всякие здесь знание это сила но потом услышал что знание это потенциальная сила то есть знание становится силой когда она применяется то есть если просто смотреть ролики до с тренировками алексей борисовича то бросать бросать приемы не научишься скажем так тебе будет казаться и ты будешь иллюзия что ты знаешь как это делать но стоит добавить партнера и соответственно все все твои знания сыплется скажем так но если практиковать и смотреть и практиковать то будет очень хорошо поэтому три уровня сначала без человека по воздуху потом по мешку отрабатываются скажем так или на манекене а следующий третий уровень по человеку если в контексте единоборств то есть если три уровня совпадает то получается мастерство если какой из уровней не совпадает то ты бьешь только по мешку допустим удар отрабатываешь тебе кажется что ты также будешь молниеносно сносить людей то но у романа это режет слух ему что бить опять кого-то тренировать и кого-то зачем все по воздуху гимнастика это после 30 лет практики я поправку да я молчал так алексей в размышлениях ну ладно не хочет добавить да нет вот какую тему хочется обсудить каждый может проговорить в общем она такая ложь вранье обман ну и такая говорят говорят что крайняя степень всего этого это лицемерие в общем можно так вранье отлично это называется змей горыныча три головы зависть ложь и предательство если одна какая-то закусит другие тебя дожрут скажем так то есть бороться надо с чем-то чем-то одним и про змей горыныча мне тоже в детстве очень нравилось вышел биться герой скажем так отрубил голову появилась как ты говоришь две завистью справился лицемерие появилась скажем так отрубил еще две головы появилась 4 но думаю где же там этот подвох то а подвох в чем заключается что количество голов у змей горыныч ограничено то есть ты сначала рубишь они растут удваиваются а потом начинают отлетать и они уже больше не вырастают и тогда можно этого змея победить нельзя останавливаться слушай а я но ты уже про змей горыныча я так немножко приведу возьми и горыныч это же вранье почему но его же нет а почему человек так вот любит всегда врать я вот даже вот по себе просто возьму я смотри брать то есть я родился сам нет я родился вот все я родился дальше что происходит а дальше происходит то что самого начала мне начинается всякого рода вранье лица в уши со стороны сначала родители со стороны потом детского сада те институты которые я прошел со стороны окружающих меня там людей школа институт там какие-то секции потом работы потом какие-то еще там вещи в том числе какие-то книги которые читаю все 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 то есть все пропитана вранью я вот так для себя я для себя решил что но не понимаю почему почему человек не может просто обходиться без вранье почему и потом я конечно тоже так ну как говорится я взросл на вранье я начинаю то же самое делать у меня рождаются дети или я знакомлюсь допустим я познакомился со своей будущей женой что я стал делать я стал врать первое что я стал делать я стал показывать свои лучшие качества ты же многогранная личность праве эти спрятал я стал врать для чего для того чтобы завладеть дальше женились я опять стал врать для того чтобы типа якобы управлять потом появились дети детям опять начал врать всякую чушь нести потом я ну как бы там работа была а ну не говоря уже о том что детском саду я врал в школе я врал ну тогда сегодня камин аут да нет ну то есть вранье оно просто в крови оно настолько засажено в нас ну то есть во мне по крайней мере что я не знаю даже как его выкровать я единственное принял решение как можно избавиться от вранья да избавить себя от разговоров и как только я начинаю не говорить я перестаю писать сразу же пропадает вранье или еще один вариант один человек сказал что вранье происходит от того это все продукт эгоизма то есть человек врет в первую очередь для того чтобы как бы ему было выгодно то есть это эгоистическая такая склонность я вижу что вот на сегодняшний день я пока что вообще ничего не сделал своей жизни без вранья вот просто я сидел два дня и думал что я сделал своей жизни да вообще даже иногда бывает ложь во спасение да чушь даже в этом говорят врань для того чтобы спасти представляешь ну вот я так подумал какой бред просто понимаешь нет ну не понимаешь не надо понимать я тебе просто сказал свои мысли ну ладно поэтому я считаю что теперь с точки зрения боевых искусств опять окумемся любые плакаты возьмите да реальное айкидо ну и что боевое искусство дзюдзюцу веками мастеров готовящие мы научим вас быть сильными чушь вранье бле полное ну и что ну ладно про деда мороза давай скажем сейчас же погода такая про деда мороза я вообще не говорю три уровня мужчины кана дзюгора извиняюсь он перевернется сейчас где бы он ни был если это не вранье он и то в этих книгах он он на вранье свою школу создал вот я вот сейчас смотрю по сути его школа создана на вранье маркетинг на маркетинге успешно маркетинге очень хороший маркетинг успешно много пользы принесло даже вот Влад у меня спрашивает ну вот я приезжаю в баню он говорит ты же регулярно ездишь ну тебе же нравится я сижу говорю да если вас пытают вы моргните да Влад нравится нам да я же в руку почему мне нравится я объясню почему вот просто сейчас честно прямо скажу просто поехать в баню я не могу ну вот сейчас Леха сказал он поехал один час 1100 рублей стоит 1100 рублей поехать на час в баню отвез в какую-то чужую баню а я к тебе приезжаю на 4 часа на 5 часов да это значит я должен тебе отдать 5500 рублей минимум почему у меня же договора то не было нет ну вообще то есть по сути я к тебе езжу не потому что мне нравится а потому что мне выгодно с экономической точки зрения понимаешь мне это дешево Влад я дешевый Влад ты дешевый понимаешь ну и хорошо это правильно я полный триндец а про Деда Мороза а что про Деда Мороза ну 3 уровня ребенок верит в Деда Мороза мальчик да ребенок не верит в Деда Мороза мужчина сам Дед Мороз я прошел 3 уровня я теперь Дед Мороз уже какой год и где здесь вранье а ребенок знаешь сказал так потрогал меня за руку говорит а вы теплый вот я теплый дед Мороз тоже вранье это его чисто субъективное мнение ощущение он сказал что вы теплый то есть везде весь мир вот по моему измышлению весь мир он как будто бы вот прям вот фундаментально построен на вранье вот я вот так вот просто гляжу вот так ну а как это ближайшее применить как применить вранье да оно применяется просто врите врите и все будьте лицемерами и все и перед вами откроются все блага мира да врешь 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 опять врешь круг замкнулся да парадокс парадокс да ну что на парадоксе закончим а то растянем в дебри уйдем ну а все что ли не хочешь ничего сказать или ты сказал про Деда Мороза про Деда Мороза я хотел сказать все это все ну это пиар акция была но хотите Деда Мороза звоните но мы никого не заставляем конечно ну вот вот такая вот идея нет практическому применению да же мы сказали практическое применение да нет ну бесед каких то но да вранье же полное ну какое практическое применение с тобой как можно практически suburbs наши беседы да мы же вранье просто скажем полное а мы не знаем потому что для каждого для каждого беседа будет свою иметь правду. Не может быть. Нас сидит 5 человек у каждого, мы же помнишь, когда нас сидел здесь 5-6 у каждого своя правда. Каждый выражает свое мнение. Для меня мнение окружающего. Как это просто такое? Хотел сказать, вот и заткнись. Ну ладно, Влад, ты все в смех, а я в серьезности. Врешь. Врешь. Замолчи. Нет, ну все серьезно, действительно, да. Нет, самотелы не серьезные про броню. Про муж, про лицемеров. А я к ним не отношусь никак. Я не... Я просто говорю, ну вот, почему вот так вот все... Я никак не могу понять, что мне делать. Подскажите. А что бы ты хотел? Я хотел не врать. Не быть лицемером. И что тебе мешает? Язык себе отрежь. А он будет писать. Писать. Руки. Сейчас буду... Топать! Вот так. Ну что мы же можем мычать. Что угодно. И научи меня. Влад, скажи мне, ну давай, практический совет. Как мне не врать? Это контент. Как мне не быть лицемером? Ну, в какой ситуации? Ну, допустим, в ситуации семейной. Разведись. Да. Нет, у тебя вообще ежайно. Я разведусь, а тогда это будет... Но есть же еще такое понятие. Врать другим, а еще можно врать себе. Во! Вот! Молодец. Понимаешь? Молодец. Блин, ты как подвел, да? Себе не врать. И все. А на других, как? Никого не жалко? А другим, как смог. Как смог. Все. Ну, прям вот гениально. Не врите себе. Самое главное. Но, если, как это, очень сладкие иллюзии, но потом они так больно разбиваются, поэтому лучше, конечно, немножко перевирать. Себе-то? Не, ну, с собой, себя же победить нельзя, как ты можешь себя победить? Я вот сам себя победил. Зачем? Можно самоусовершенствовать, хотя вряд ли, потому что, как можно самоусовершенствовать практический идеал? То есть, если смотреть в религиозно-философские такие пути, то человеческое создание это идеал, ну, как бы, творения, да? На данном этапе. Как можно самоусовершенствовать идеал? Ну, и тем более я ничего не создавал. То есть, это невозможно. Это опять вранье получается, понимаешь? нет. Там вот смотри, глыба, да? И отсекаешь лишнее, получается статуя. Ну, красивая. Ну, да. Если ты чуть-чуть... Кто это делает? Кто? Кто это делает? Скультур. Человек. Но человек может только глыбу сделать, отсечь статую. Ну, а ты же такой, мой главный. И он начинает врать, что человек потенциал. Что он может, якобы искусством, искусством может самоусовершенствовать человека. Вранье опять. Никакого искусства не может. Грани. Грани могут быть. Заиграют гранями. Что гранями? Ну, личность заиграет. Многогранная будет. Личность многогранная. То есть, это как единоборство, как часть жизни. Ну, искусство, допустим. Как искусство, как практическое там. Как ремесло, может быть. То есть, одно и то же занятие может иметь разные свойства. И как принципы, как средства. Вот мы говорили там, чуть не запутались, еле себя распутали. Поэтому, вот, что можно еще на отстроях сделать, но первое, мы говорим, что как практическое применение, да? Ты говоришь, я хочу не врать. Первый уровень. Ты должен, ну, должен, опять мне не нравится слово, себе не врать. Необходимо начать не врать себе. Себя. Себя. А остальное подтянется, скажем так. То есть, бесполезно бороться с однокомейской, корну не выдергиваешь. Ну, хорошо. А вот откуда корень вранья от лицемерия? Почему он выходит? Как ты думаешь? Я вот тебе сказал, ну, это не мои мысли, а я просто услышал, что это одно из показаний того, что человек врет, потому что он ищет выгоду себе. То есть, эгоистической точки зрения, что он хочет получить выгоду, он начинает врать. Врать начинает себе, начинает придумывать себе всякие иллюзии и начинает исполнять жизнь. Отлично. Если идет война, допустим, да, одни с другими. Одни обманули, да, скажем так, и победили. Это как называется? Со стороны оппонентов они меня обманули, вранье ихнее. То есть, они сказали, что нападают там, допустим, сегодня вечером, а напали это еще раньше, скажем так, вранье. А для тех, кто выиграл, это называется не вранье, а тактическая хитрость. Ну, если в поединке тоже. То есть, ты показываешь, что вот мое лицо, лицо убираешь и там проводишь какой-то бросок. Это же вранье, ну, можно назвать, а можно сказать, тактическое действие, которое приводит к победе. Вот. Поэтому мы живем в дуальном мире. Выходящие на сражение люди выходят, почему на сражение? Потому что их опять обманули. Им сказали не то, что он на самом деле в действительности. Их убедили. Убедили, ну. Выходящий, по сути, человек, выходящий на поединок, на татами, ему не нужно выходить на поединок, на татами. А он хочет мастерство свое проверить. Пожалуйста, проверяй. Есть тысяча способов проверки. А? Перетанцевать. Нет, есть тысяча способов проверки. Мы просто, есть такой принцип врандуре, свободная практика. Выходишь, практикуешь. Но нам сказали так. Нет, так нельзя. Единственное, можно проверить, насколько ты владеешь этим искусством, если это будет соревновательная деятельность. Где максимально? А я говорю, а дальше... К чему? Опять. К чему максимально приближенное? К чему? К чему? Ну, к чему? Ты говоришь, максимально приближенное? К чему? К правилам. Правилам? К правилам. Да. Правила. А сколько спортсменов, которые чемпионы мира, там, всякие борцы, гибнут в простой драке? Потому что у них были правила в голове. Значит, их обманули? Соврали? Им сказали так. Ты чемпион мира. Ты чемпион мира. Те обманули. Какой ты крутой? Ты просто чемпион мира. Тебя обозвали. В рамках определенной организации. Ты вышел в мир, который большой. Создалась организация, которая сказала, что будет чемпион мира. Тебя обманули, опять вранье. Опять происходит чему? Почему создается организация? Организация создается якобы под идеей Ну потому что герархическая структура у нас Устройство общества Да, значит Вранье заложено в основу Всего устройства общества Нет, ну федерация дзюдо России, не говоришь же, когда Выберешь Россию, что ты чемпион России по плаванию Нет, ну ты чемпион России по дзюдо Да, чемпион России по дзюдо В рамках федерации дзюдо России Да, да Да? Нет Ну ты же не по плаванию, да Она говорит, что ты чемпион России по дзюдо Не пишется так чемпион России Федерация дзюдо России Не говорится так А, подвох, да? Ну уточнение, я понял Ты увидел нюанс Ты должно быть уточнено То есть он чемпион России в рамках Федерации дзюдо России Но как только ты заявляешь, что ты хочешь Проводить чемпионат России в рамках Федерации дзюдо Романа Тебе сразу говорят Нельзя Нельзя Это монополизм Это очень правильно То есть опять А то каждый бы там проводил какие-то Да И потом начинается Это официально, а это неофициально Да А что такое официально? Вранье опять Нет, как юридическое лицо Ты вот, может быть Ты же и физическое лицо, и юридическое В одном Но в одном случае ты выступаешь как физическое В другом случае как юридическое лицо Ложь 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 и лицемерие людей Оно заложено во всех ступенях Начиная от Практически В роддоме Когда ты только Вылазишь, так сказать Из лона матери И заканчивая даже похоронами Когда, блин Чтобы похоронить Тебе приходят Говорят, не, вы знаете Вы должны гроб купить вот такой Ну, чтобы там помнить И вообще Тогда можно сказать Что ложь заложена Во все Для того, чтобы выживать Везде В природе То есть, человек из природы Ну, представь Вот, не знаю Там Говорит Цветок мухоловка О, запах Представляется, да Запах Чтобы мух туда залетела Для чего? Просто, чтобы выжить Не для чего более Так Давай Я согласен Лев там Зайдет в траву Кочкой Прикинулся Для чего? Чтобы поймать антилопу Чтобы выжить Да Это называется Естественная потребность Животного Для Живого организма Живого организма Для чего? Для выживания Для выживания Чтобы он должен поесть Или, да Или так далее Но Я говорю не потом Я с тобой согласен Что если ты хочешь кушать Ты находишь приманки Берешь удочку Да И ловишь рыбу Приманку находишь Но Когда ты Начинаешь врать Не для того, чтобы То есть А как ты рыбе собрешь Не, ну мы же начинаем Что делать? Мы начинаем Процесс вранья Переводить Во все стадии Своей жизни Животный мир И природный мир Он не переводит Во все стадии Своей жизни Во все Областя своей жизни Понимаешь Понимаешь? Ром Понимаю Уровни Давай Проуголь Вот желтый Ну у нас Желтый, красный Зеленый Синий Коричневый Второй Коричневый Черный Градация Легеноборств И человек Который делает На желтый пояс Тренер Я хорошо делаю? Ты говоришь Там Очень хорошо Но хорошо делает Он на желтый пояс Так же делая Если он будет Выполнять Требования на зеленый Ну он в следующий уровень То это будет уже нехорошо Он скажет Так вы мне врали Что я хорошо делаю? Нет, ты хорошо делал На этот уровень Понимаешь? А можешь сказать Что да Было какое-то вранье Вот я вас встречал Радостно же Ну Тогда Ну Можно подвести Такой итог Это вот Как по притче По разовязыванию Штурков Да? В один Прекрасный день Ты Выходя Из дома Плохо Завязал шнурки Стал переходить дорогу У тебя развязался шнурок Ты остановился Его Перезавязать В это время Автомобиль тебя сбил Но в другой День Ты Хорошо Завязал шнурки И Не останавливаясь Пошел через дорогу И А этот автомобиль Если бы Если бы У тебя шнурки Развязались Ты бы Оставился на обочине И Завязал А ты пошел В это время Поехал автомобиль И сбил тебя С автомобилем Мы Поделать ничего Не можем В этой ситуации Единственное Что мы можем сделать Это безупречно Завязывать Свои шнурки В данном Констексте Не врать Самому себе Это единственное Что мы можем сделать Начать с этого Как же тяжело Попробуйте Начните с себя Да? Поднимайте Ну ты Видишь Ты как бы Даешь указания Нет Начните с себя Да юную Что? Ну пока Есть возможность Да Ну ладно В общем Мы поговорили Про вранье Про ложь Про лицемерие Каждый Высказал свое мнение Ну мне понравилась Жадность Ложь и предательство Если одна голова Запустит Остальные тебя Догрызут Да Попробуйте Поразмышляйте Да Попробуйте Бороться с этими головами Пока они не кончатся У дракона Тоже интересно У дракона Да Сангарленч Ну да Сангарленч Мой герой Да Опять Видишь Я так думаю Делайте свою жизнь Многоградной Вру я Может не надо Делать свою жизнь Многоградной А как ты ее можешь Делать Опять иллюзия Да Ловушка Это ловушка Тогда В другом смысле Можно Ты Леша Хотел закончить Я тогда Немножечко Продолжу Буквально Парту секунд Вот ты сказал Про Шнурки Не Не про шнурки Про природу Муху Цветок Распустился Села муха Он закрыл Там Еще что-то Еще что-то Тигр И так далее Тогда Может так Поразмыслить Что Вранье Ложь Вранье И вот это все Это как бы Основа Основа Мироздания На котором Оно держится Получается Даже в сам мир Это вранье То есть По сути Майя Иллюзия Майя То есть Это Ложь Лицемерие Все Понимаешь В таком В таком Ракурсе И Даже С точки зрения Как бы Начать себя Не врать Самому себе Как бы Завязывать Шнурки Опять таки Можно сказать Что это вранье Просто не надо Это делать На липучке Если кроссовки На липучке Единственное Что может Наверное В этой ситуации Поправить Все это Это опять Не я сказал А там Одного человека Я слышал По этому поводу Он рассуждал Это Верить В то Что Ты делаешь Что-либо Что И ты Как бы Не врешь Самому себе Как бы Ты Вот какая-то вера Вот Но опять-таки Здесь можно тоже Как бы Вера у всех разная Вера у всех разная Аллах Акбар И стрелять Неверных Он верит Что он Делает Хорошо Может быть И вера Может быть Тоже Она может быть Вранье Она может лицемерной Быть И так далее Любая Я верю Я говорю Что это Коричневый А ты Говоришь Это Рыжий Ты Другой Говоришь Что это Светло-бежевый Или еще Деревянный Он говорит Деревянный Ну в общем Вот так Ищите Как смогли Опять Что-то я Опять Указываю Как смогли Как смогли Делайте Что хотите Все Ну пошли В баню А спасибо Сказали Чем спасибо До свидания